Как Карима увозят, в интернет слили видео. Нурло шокировал всех часами за миллион семьсот семьдесят тысяч рублей. Как Муибы встретила команда, чемпион в здании? Тренер Махачева дал интервью, все подробности. Об этом и не только в сегодняшнем выпуске. Всем привет, друзья, вы смотрите канал Антонов ММА. На моем канале новые правила, слышу голос Антонова, ставлю лайк. Приятного просмотра. Хавиер Мендес высказался в возможном поединке Ислама Махачева против Макса Холуэя. Ты видишь Холуэя в качестве двойного вызова для Ислама Махачева? Все дело в плане на бой и стратегии. Джастин Гэджи не использовал борьбу против Холуэя. А Ислам не будет проводить бой в стойке. Все пять раундов. Он уложит Холуэя на землю и будет работать в портре. Поэтому Макс окажется в изнуряющей ситуации. У Холуэя плохая защита от борьбы. Я не вижу в Максе большую угрозу для Махачева. По крайней мере до тех пор, пока Холуэй не докажет обратное, заявил Хавиер Мендес. Сайт Испен сообщает. Если Ислам Махачев победит Дастина Пория на турнире UFC 302, его победная серия из 14 боев в UFC обойдет этих бойцов, чья самая длинная серия была 13 боев. Эти бойцы Макс Холуэй, Хабиб Нурмагомедов, Деметриус Джонсон, Джон Джонс, Жорж Сен-Пьер. Реакция болельщика. Дастин прервал 13-победную серию Холуэя. У Ислама 13 побед подряд. Не упадите. Нурлу Алиеву подарили дорогие часы Роликсы. Цена таких часов 1 миллион 770 тысяч рублей. Нурлу Алиев с самого начала мечтал показать, что Таджикистан силен в ММА. Похоже, что Нурлу стал одним из самых богатых бойцов ММА из Средней Азии. Летом Нурлу готовится вернуться к боям в UFC. Реакция болельщика. Подарки, конечно, хорошо, но для одного боя в UFC, не считая Дана Уайт Контендер Серии, слишком много внимания на него. Пусть сначала покажет себя на деле. Тем не менее, два года уже прошло. Пусть с кем-нибудь уже подерется, не то что за пояс. Боец из команды Джабали Байонова Муиб Гулобов привез чемпионский пояс в родной зал Эвол в джим. Чемпион в здании. Мубаракшу, Мубаракшу поздравил Муиба с победой. Хафиз Сакебеков сфотографировался с чемпионским поясом Муиба Гулобова. Боец из Сей Хафиз показал свою профессиональную статистику. Текущая серия побед – 6. Официально UFC показали финальный постер к бою Муина Гафурова. Бой Гафуров-Канг состоится 22 июня. Боленщики оставили свои прогнозы на бой. Давай, таджик, победи его. Из Кыргызстана болею. Пожалуйста, не подведи Муина, это твой последний шанс. Или тебя выгонят, брат мой. Если ты тренируешься, ты уже победитель. Мы все таджики гордимся тобой. Вперед! Муина выгонят из-за его боев, если этот бой тоже проиграет. Если Муин проиграет этот бой, то контракт разорван будет с UFC. Таджик сгибается Абдуло Ходжаев. Снялся с боя на турнире ОФ Верерс 50 по состоянию здоровья. Скорейшего выздоровления. Абдуло встретился с главным менеджером звезды UFC Хамзата Чимаева. Рад был видеть тебя, брат, говорит Абдуло. Менеджер отвечает, скоро твое время, брат. В интернете появилось первое видео, якобы, задержание Карима. На видео чемпион лиги хардкора покорно следует в машину сотрудников. Напоминаю, что источники сообщают, что у двойного чемпиона хардкора нашли нарушение миграционного законодательства и готовят к депортации из Российской Федерации. А вы не забывайте смотреть наш прошлый ролик. Прямо сейчас он появился перед вашими глазами. Не забывайте о нашем правиле канала. Слышу голоса Антонова, ставлю лайк. А у меня на этом все. Увидимся в новых видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok